Приветствую вас, уважаемые слушатели! Продолжим изучение курса управления персоналом и мы переходим к следующему вопросу концепцию экономического человека в управлении персоналом. В предыдущей лекции я рассказывала о промышленной революции, о изменении сознания людей, о первых проблемах фабрики, связанных с тем, что нужно было управлять огромным количеством людей, людей, которые не являлись заинтересованной частью компании и которых при этом нужно было в достаточной степени организовать, а научная мысль еще не достигла такого уровня, чтобы действительно сделать данный процесс максимально эффективным. Именно поэтому и возникает концепция экономического человека. Концепцию экономического человека мы можем разделить на три научные школы. Это школа научного управления Фредерика Тейлора, административная школа Анри Файюля и бюрократическая школа Макса Вебера. Все эти три школы развивались одновременно и можно сказать, что они дополняли друг друга. Отчасти Фредерик Тейлор больше всего внимания уделял именно организации работы основного персонала рабочих. Файюль это все-таки менеджмент, это школа связана с управлением. Макс Вебер, конечно, охватывал и ту, другую сторону и подход у него был несколько иной. Тем не менее, надо сказать, что все вместе они очень хорошо вписывались в ту самую концепцию экономического человека, которая доминировала в данный промежуток времени. Итак, Фредерик Тейлор. Вы сейчас видите на слайде этого автора. Это, наверное, самый известный автор в данный период. Его школа научного управления, она прогремела на весь мир. Были последователи, были критики данной школы. Но, тем не менее, она доказала свою эффективность и на самом деле разрешила те самые проблемы, те самые вопросы, которые стояли перед промышленниками в длительный промежуток времени. В отличие от тех авторов, которые мы с вами рассматривали предыдущие темы, почему Тейлор оказался на шаг впереди? Потому что он создал рабочую систему, в которой можно было брать и с которой можно было работать. Что предлагает Фредерик Тейлор? Уильям Фредерик Тейлор предлагает модель организации работы, построенной на следующих факторах. Во-первых, это на самом деле достойная плата труда. Во-вторых, это действительно нормальные условия работы. Третий момент – это жесткий контроль, потому что рабочие не заинтересованы в результатах своего труда, они заинтересованы только в вознаграждении. И вот этот на самом деле тезис, он главенствует данной теории, тезисы, которые впоследствии данную теорию будут больше всего критиковать. Тем не менее, еще раз подчеркну, в тот период данная концепция действительно работала и действительно приносила отличный результат, который с удовольствием применяли промышленники на своем предприятии. У Тейлора было большое количество последователей, и давайте рассмотрим некоторых из них. Генри Ганн. Сейчас его имя в основном ассоциируется с известной диаграммой Канта, как раз и образованной от его имени. То есть как раз он очень активно применял всевозможные графики, которые позволяли планировать, осуществлять календарный план. И, собственно, именно в этом отношении он сделал достаточно серьезный вклад в систему управления персоналом. Кроме того, он предлагал использовать заработную плату с элементами по времену и издельные формы оплаты труда. Супруги Гилберты. Их идея была построена на принципе Тейлора элементарных движений, то есть когда работа человека, она анализировалась с точки зрения основных вспомогательных движений, и все ненужные движения убирались из его работы. Фрэнк и Лилиан Гилберт, они, ну скажем так, очень хорошо продвинули вперед эту идею. Ну, надо сказать, что за эту концепцию как раз Тейлора критиковали также очень сильно, потому что, ну, все-таки считается, что человек это не машина, это не механизм. Нельзя его доводить до такого уровня автоматизации. Это достаточно стрессовая для него модель работы. Был даже знаменитый фильм Чарли Чаплина «Новое время», где он также высмеивал как раз вот эту концепцию элементарных движений. Гаррингтон Эмерсон. Идея Эмерсона в том, что необходимо оплачивать труд за производительность. Он предложил готовую модель, вот вы сейчас видите на слайде эту готовую модель оплаты труда, которая действительно была достаточно эффективна, более того, многие современные предприятия используют нечто похожее. В чем смысл этой модели? В том, что должна быть гарантированная почасовая оплата труда. Кроме того, достаточно серьезная часть должна представлять сдельная оплата труда, включающая в себя максимум производительности, минимум производительности, норму полной производительности, дальше нормирование всех вот этих расценок и периодически его пересмотр. И, что очень важно, шкала премий должна быть прогрессивной. То есть, как вы понимаете, сейчас данная модель в тех или иных измененных форматах продолжает использоваться достаточно активно. Ну и Генри Форд, наверное, самый известный из всех последователей Тейлора, человек, который действительно на практике, на своих собственных предприятиях, и доказал эффективность модели Тейлора. Он использовал следующий подход. Высокооплачиваемый труд, хорошие условия труда, 8-часовой рабочий день и максимальная автоматизация производства. Очень активно он использовал модель обучения Тейлора, где человека обучали только какому-то достаточно ограниченному набору операций. Это на самом деле решало, с одной стороны, проблему, связанную с текучестью персонала, потому что заменить людей было очень легко. Но, с другой стороны, как вы знаете, это впоследствии, ну, скажем так, показало и отрицательные стороны, потому что человек не вовлечен в трудовой процесс, потому что нет, скажем так, заинтересованности в результатах своих труда. Ну, это уже была совсем другая концепция. Анри Файоль был представителем уже другой школы, административной школы. И, как я уже говорила, он основное внимание уделял именно управленческим вот этим вот концепциям. Собственно, в принципе управления Анри Файоля, которые вы сейчас видите на слайде, как вы видите, они актуальны и сегодня. Более того, обратите внимание, мы с вами чуть-чуть позже будем изучать раздел гуманизации труда, то есть современную концепцию. То есть сейчас мы вновь возвращаемся к очень многим моментам, которые были, как вы помните, обозначены еще в начале предыдущего века. Как я уже сказала, отдельно в этом списке стоит социолог Макс Вебер, который, скажем так, открыл бюрократическую школу и использовал термин бюрократия для обозначения рациональности. То есть бюрократизм у него рассматривался с положительной точки зрения, как идеальный образ, как эффективный инструмент правления. Принципы бюрократического управления Макса Вебера вы видите сейчас на слайде. Как и предыдущие авторы, он видел управление персоналом именно как систему. То есть и у Тейлора эта система, и у Файоля эта система, и у Макса Вебера это тоже система. Но бюрократическая система, которая за счет однозначности принятия решения снимает издержки по принятию решения и избавляет от ошибок. Итак, мы рассмотрели с вами тему, связанную с концепцией экономического человека, которая связана с идеями Тейлора, идеями Файоля, идеями Макса Вебера. Что нужно сказать? Несмотря на то, что впоследствии данная концепция критиковалась, и на то, что сегодня мы отказались от многих постулатов данной концепции, надо признать, что на тот момент она действительно доказала свою эффективность. Более того, она, скажем так, стала тем самым инструментом, который позволил создать огромные предприятия, огромное состояние в данный момент. Но времена меняются, и, собственно, Великая депрессия показала, что очень многое нужно менять, в том числе подход к управлению людьми, подход к управлению персоналом. Но, тем не менее, в период до Великой депрессии это действительно был огромный шаг вперед. И, как я уже сказала, да, как мы с вами рассматривали, многие постулаты актуальны, используются до сегодняшнего дня. На этом наша лекция закончена. После лекции будут тесты, которые вам необходимо решить для того, чтобы перейти к следующему уроку. А сейчас спасибо за внимание и до свидания.